Всем привет! Сегодня 29 декабря 2016 года. Поехали на очередной объект Семка в городке. Видим с правой стороны вентиляционную шахту. Один из каналов предназначен для камина. Поэтому мы врежемся в эту шахту, выйдем через грибок, наподобие как у соседа он захотел. Только сделаем более грамотно, с кольцом уплотнения, чтобы не было никаких подтеков у нас. Потому что когда прорезаешь вот эти грибки общие, для меня основная задача, чтобы не было никакой течи по трубе. Поэтому зайдем вовнутрь, покажу, что внутри. Я приехал немножко раньше. Вот мы пришли в дом на первый этаж. Видим кирпичную шахту. Здесь не ровная. Нормальная шахта. И сюда будет идти выход. Это каминный зал. Спосредственно камин будет стоять внизу. Делаем вывод просто. Потом человек, когда определится, будем набирать. И мой каминчик сделает как положено. Все поднимаем на второй этаж. Вот шахта на втором этаже. Приступаем к работе. Затар покажу вам. Так, снова мы. Возникла у нас проблема. Начали собирать трубу, вставлять. И умные какие-то каменчики заузили сечение. Попробовал снизу, попробовал сверху. Труба не проходит. Вон мы ее видим. Поэтому овал загоняем 120 на 230. Если по 120 стороне все проходит, по 230 идет заужение. Мы не можем еще сделать. Поэтому поднимаемся. Мы сейчас на второй этаж. Где-то у нас застряла труба. Либо здесь, либо в этом месте. Сейчас будем штробиться, будем смотреть. Все. Погнали работать. Время идет. Новый год у нас, к сожалению, трудности возникают. В процессе монтажа никуда не деться. Но для этого мы и работаем. Работаем. Смотрим, как заужают сечение канала. Вот эта вот часть, вот эта вот кирпича, она должна быть вот здесь. И в итоге у нас на 2 см, например, на заужину. Вот возникает проблема. Видим, как? Вот. Вот это вот расстояние, его здесь не должно быть. Надо быть ровно. Поэтому такие проблемы возникают в процессе монтажа, которые предвидеть невозможно. Все. Продолжаем работать. Уважаемые каменщики, делайте свою работу добросовестно и качественно. И у вас будет всегда работа. А не сдавайте заказчику на видных местах ровную шахту, а там, где он не видит, заужаете, сопливите. Поэтому, хотите работать, делайте хорошо свою работу. И чтобы мы, монтажники дымоходов, не мучились после вас. Так, в подтверждение своих слов я взял рулетку, чтобы было видно, какой реально здесь реально шли над дымоходом. Видим, да? 220. Должна быть 240. То же самое. 220. Из-за трех метров у заказчика и у меня проблемы. Поэтому, чтобы не быть многословным, взял рулетку и замерил. Смотрим, как зажало трубу. Видите, она ни влево, ни вправо, никуда не поддается. Сейчас будем расштробить немножко, чтобы пропошла. И посмотрим, что там получится потом на выходе. Все. Походу, по всей длине здесь расштробились. Надеюсь, что, может быть, пройдет, не пройдет. Посмотрим, как будет получаться уже. Потому что и до низа немножко осталось, и до верха. Все. Продолжаем работать. Закончили монтаж дымохода мы, наконец-то. Сейчас на кровле находимся. Начали 29 декабря. Из-за штробы увеличили сроки. Поэтому 30 декабря мы все закончили. Оставили такой овальный грибок. Вставочка вышла. Какая-то. Сетров примерно 40. Сейчас спустимся на низ. В порядке на виду. Спустимся на низ. Покажу, что у нас внизу получилось. С большего я доволен этим объектом. Если бы не штробиться, было бы вообще идеально. Все. Спускаемся. Вот что у нас получилось в итоге. Вывели овальную трубу под камин. В дальнейшем здесь будет подключение непосредственно к камину. Это первый этаж. Вот второй этаж. Овал, видите, пошел вертолетом. Конечно, поднимемся там, где мы работали. Вот мы растробились. Ставили эту овальную вставку. Видим, что слева, справа сколько мы убирали кирпича. Чтобы можно было состыковаться. И наверху. Вот такая вот красота у нас появилась в итоге. Все. Здесь между деревом и кирпичами убирали мы. Оставили. Так, конечно, уже самое. Что с ним делать? Напомню, что это миллиметровка стоит. 430-я марка. Плазма. Потому что ставим и мы продаем только сертифицированные дымоходы именно белорусского производства. Так как ни один российский производитель пока что у нас сертификацию не проходил. И евразийского сертификата у россиян тоже особо нету. к сожалению. Потому что им рынок наш неинтересен. Все. Спускаемся вниз. Напомню, что сегодня 30 декабря. Надеюсь, что это последний дымоход. Завтра никто не позвонит и не скажет, что нужен срочно-срочно дымоход. Поэтому все. Всем удачи в новом году. Всем хорошего настроения. Отличные дымоходы. С вами был Дмитрий. Магазин дымоходов Кобинбай. Всего доброго. До встречи в новом году. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok